Катин Всем привет, рад приветствовать вас у тебя на канале Для тех, кто впервые оказался здесь Мой канал посвящен электронной музыке, синтезаторам и различным устройствам Модульным синтезаторам, у меня есть раздел модулярные будни, где я периодически публикую видео, связанные с Eurorex системой Если вам это интересно, обязательно подписывайтесь Ну а подписчиков я хочу попросить нагнать побольше активности на канале Пишите, комментируйте, все как обычно, вы прекрасно знаете Если вы хотите поддержать мой канал, то в описании есть ссылка, где вы можете задать мне какой-то вопрос И в одном из видео «Вопросы и ответы» я буду отвечать на ваш вопрос Ну а сегодня в студии у меня оказался микрокосм от Gologram Electronics Это процессор эффектов, процессор уникальных эффектов, как заявляет производитель Мы попробуем сегодня разобраться, в чем же он уникален и чем он может быть интересен именно для вас Если говорить в целом об эффектах, то это важнейшая часть электронной музыки Я бы, наверное, выделил это как отдельный инструмент Как бас или лид, или как еще, потому что они занимают важнейшую часть И, например, на Send Return всегда вешают ревер-полидилей, который обрабатывает так или иначе исходный звук синтезатора Так вот, какие эффекты используются у музыканта, либо какая-нибудь цепочка эффектов используется у одного или другого музыканта Зачастую может формировать его звук Потому что аналоговый синтезатор может звучать однотипно И если 20 музыкантов возьмут 20 аналоговых синтезаторов, но разные процессоры эффектов, то и музыка получится у них разная Вообще, эффекты до того, как были педали, были рэковые эффекты Были там TC Electronic, очень популярные до сих пор в студиях устройства, редкие, винтажные Были пленочные дилеи, которые было тяжело носить Но со временем технологии развились таким образом, что сейчас гитаристы используют педали Гитарные педали — это отдельное направление в эффектах И, конечно же, электронные музыканты также их используют, потому что они компактные И также могут разнообразить звук любого синтезатора Эффекты очень здорово влияют на направления, на музыкальные Даже чего стоит там одна даб-музыка, которая была построена на пленочном реверби-дилее Которая формировала целый пласт музыкального направления Эмбиент-музыка, которая использует реверберации с большими хвостами, чтобы почувствовать такую воздушность этого направления, что ли Но любой музыкант, конечно же, стремится к тому, чтобы его эффект-процессор Или там, например, какая-нибудь пачка из различных эффектов Звучала уникально для него, чтобы она подходила ему И чтобы отделяться от других музыкантов Либо решала какую-то художественную задачу Так вот, микрокосм — это такое устройство, которое является, по моему мнению, уникальным устройством Оно имеет свою цепочку эффектов, таких как реверберация, дилей Здесь есть фильтр, что немаловажно для электронных музыкантов Здесь есть огибающий этого фильтра И все эти эффекты, они образуют такие уникальные цепи, которые разделены на четыре группы Это микролуп, гранулы, мульти-дилей и гличи Эти группы имеют по четыре установки Когда вы листаете вот эту ручку, вот, пожалуйста, вы можете выбрать одну из четырех предустановок Также у вас доступна юзер-библиотека, где вы можете загрузить 16 своих пресетов Либо также можете записать туда лупы Лупы здесь можно записывать 60 секунд Мне было интересно попробовать этот эффект-процессор с драм-машиной Roland Ну или, по крайней мере, с некоторыми узнаваемыми звуками Такими, как Coffbel я хотел попробовать от 808 Я хотел взять классический снейр, какую-нибудь перкуссию и, например, хай-хэт Я записал это, и у меня получились очень крутые лупы Сейчас я вам покажу частички этого процесса и что у меня получилось На драм-машине я настроил один моноканал на выход Специально для обработки этих эффектов А стереоканал уже отправил на запись Создал такую перкуссию из бонго или томов 808-й Coffbel 909-й хэт И вот такой снейр я чуть пониже попечу опустил его Такой винтаж получился Так, эффект уже включен Вот чистый сигнал Режим мозаик сейчас, а вот уже обработанный Чаще всего я буду использовать обработку на максимум Чтобы получить какие-то абсолютно новые интересные звуки С помощью этого потенциометра можно выбрать один из эффектов И у каждого из этих эффектов есть по 4 вариации Они именуются как ABCD Сейчас включен режим мозаик Вариация A Ручкой Activity мы можем регулировать плотность эффектов Не громкость, а именно плотность С помощью микса мы можем контролировать громкость То есть влево у нас играет чистый сигнал, а вправо обработанный Ну что-то посередине будет микс из двух сигналов Это ручка фильтра То есть сейчас мы подрезали обработанный сигнал А оригинальный не фильтруется Ручка Shape, она применяет огибающую к фильтру или громкости Repeat это не совсем дилей Он как бы определяет продолжительность этого эффекта А вот ручка Space как раз реверберация и дилей Ну тут больше, наверное, реверберации, чем дилея Я не очень люблю много ревербераций, поэтому уберу пока Ручка Time, соответственно, регулирует частоту повторов Например, делит на 2 или умножает на 2, или на 4, или на 8 Также у многих ручек есть вторая функция Например, у реверберации это Reverb Time Ну а чтобы активировать эту вторую функцию, нужно нажать кнопку Shift Repeat и Shape работают с модуляцией, с ее глубиной и частотой Мне очень понравились эти эффекты, потому что я очень люблю модуляцию В наушниках, наверное, лучше будет слышно, как именно изменяется модуляция в данном эффекте Но на некоторых эффектах она работает кардинально Ну а у фильтра вторая функция — это резонанс Вот так сигнал смешан с оригинальным, а так полностью обработан Переключились на пресет B и сразу все поменялось Режим мозаики, он как бы воспроизводит петли на разных скоростях Правда, не совсем понял, что это значит, но изменения по тональности налицо Обычные тома мы превратили вот в такие Я не буду показывать все эффекты, покажу лишь несколько, которые, по моему мнению, у меня получились и достойны внимания Режим туннель мне очень понравился Он как бы делает некие дроны на нескольких частотах Добавляет такую глубину, что ли, действительно, ну как в туннеле, наверное А вот модуляция здесь, очевидно, работает уже более явно Режим STRUM В мануале написано, что это ритмические цепи, которые воспроизводят последнюю ноту Режим WARP, он относится к дилеям Это такой дилей с фильтрацией, и также он меняет высоту Понравился мне очень WARP режим Очевидно, что он рисовал какие-то свои ритмы к оригинальному И получилась вот такая перкуссия Кажется же и очень С гличами, честно говоря, у меня не очень завелось Мне показалось, что это очень специфическая такая обработка Которую я, на самом деле, не нашел применения И даже, наверное, не буду использовать ничего здесь А вот режим GLIDE абсолютно наоборот Мне очень нравятся вот эти плавные изменения по нотам Можно добиться вот такого груа Режим SECWENCIA говорит сам за себя То есть педаль создает ритмические какие-то секвенции Можно попробовать поменять время, активность, повторы Огибающую Перейдем к COWBALLU Вот так звучит звук оригинально И теперь он обрабатывается педалью Спустя какое-то время у меня получился вот такой результат Сейчас все еще звук звучит как COWBALL Но создает уже какую-то мелодию А здесь уже COWBALLU сложно узнать Больше похож на синтез Тут очевидно, как работает модуляция звука Мне очень нравится эффект модуляции в этой педали Сколько я не пробовал с гличами Все так не получилось у меня добиться хорошего результата Ну я думаю, что точно кому-то будет полезен этот режим Все зависит от музыки Ну и GLIDE GLIDE мне очень нравится Узнаете COWBALLU здесь? Переходим к Снейру Появилась такая агрессия в музыке Режим Туннель действительно звучит как Туннель Вот, какой-то сэмпл андхолд И хай-хеты Довольно пространственный эффект получился Можно отфильтровать его немножко Сделать модуляцию И звук поплыл Очень полезно для создания каких-то перкуссий Даже не знаю, какой бы эффект я хотел бы добавить еще в эту педаль Все есть Фильтр есть Реверб есть Дилей есть Модуляция есть Даже лупер есть По-моему, класс Помимо всего прочего Микрокосм выглядит очень красиво Это белая металлическая коробка Она покрашена таким вот грубым напылением Но тем самым устройство выглядит, не знаю, солидным что ли, надежным Мне очень нравится брендинг и айдентика компании Все их устройства выглядят прекрасно Они используют очень мягкие цвета А также подкрепляют это какими-то светодиодными такими огонечками Которыми, кстати, очень легко пользоваться Например, если мы зажимаем фильтр и крутим его То вы видите, интенсивность лампочки меняется То есть она становится ярче или тусклее Соответственно, если ярче, то тогда фильтра больше Точнее, в данном случае это был резонанс Со стороны может быть много чего непонятного Но когда вы берете устройство в руки, оно довольно простое Вы просто переключаете эффекты и смотрите, что у вас получается со звуком Останавливаетесь на одном из них И начинаете, например, маневрировать, что-то там придумывать Может быть, менять огибающую для фильтра Или добавить или убрать реверберацию То есть, по сути, работать с ним комфортно и понятно Одним из немаловажных элементов для электронных музыкантов является фильтрация Здесь есть фильтрация И мне кажется, что одна из причин, по которой ее полюбили электронные музыканты Заключается именно в этом На задней панели также присутствуют немаловажные элементы Это MIDI-вход для синхронизации с драм-машиной Что позволяет постоянно быть в темпе общего микса Также есть MIDI-тру, чтобы продолжить эту цепочку И соединить другие устройства также по MIDI Ну и, конечно же, стерео-вход и стерео-выход Поскольку прибор является стереофоническим Это немаловажный момент, который позволяет использовать его Может быть, даже и на мастер-шине Для того, чтобы создавать какую-то, например, эмбиент-музыку Я во многом использую эффекты, которые уже есть в моих синтезаторах Внутри это фильтры, иногда есть там дилеи Но также есть у меня и внешние эффекторы Я очень люблю педаль BOSS Space Echo Это копия того самого пленочного ревербай-дилея, про который я говорил в начале И еще у меня есть пара рэковых эффектов, которые я также использую И, в принципе, этих эффектов не было достаточно для моих задач Но это устройство заставило на себя обратить внимание Мне очень нравится, что с помощью него я могу получить какие-то уникальные звуки Одни из моих любимых пресетов Это Glide Он сглаживает по питчу от одной ноты к другой Мне нравится Mosaic Потому что он каким-то хаотичным образом Выдает мне интересные результаты Режим туннель своей глубиной Такое пространство, что также похоже на даб-музыку Это очень интересно Warp эффект мне очень понравился Ну, glitch довольно спорные эффекты По крайней мере для меня они оказались практически бесполезными Ну и за то время, пока прибор находился у меня в студии Некоторые эффекты стали уже какие-то, возможно, даже незаменяемыми для меня Ну, я не знаю, я попробую, конечно У меня есть идея Пора делать ту же махинацию со звуками через Clouds Точнее, через Supercell Это такой тоже эффект-процессор Eurorack Который мне немного напомнил эту педаль И посмотрим, насколько я могу быть близок к тому, что получилось у меня с этим устройством Я рад был вас познакомить с этим устройством И до скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok